Здравствуйте! С вами программа «Новый день» и я Вероника Павлова. Чувашская кругосветка за 11 дней. Известный велопутешественник Никита Тяньче, многим он известен под фамилией Васильев, проехался по всей республике. Почему он отправился в путь один и с чем связана смена фамилии, расскажем в нашем сюжете. Молодой человек решил проехаться на железном коне по тому же маршруту, что и пять лет назад. Тогда, в 2013 году, о Никите никто не знал. И для молодого человека экспедиция по Чувашии была серьезным испытанием. Теперь за плечами велосипедиста Кавказ из страны Юго-Восточной Азии. А это 50 тысяч преодоленных километров. После нескольких лет путешествий по миру проехать через всю республику на велосипеде – это как отправиться на приятную прогулку, шутит Никита. И сейчас я решил, пока есть свободное время, от кругосветок, от всяких дальних дорог, решил повторить практически на 80% тот маршрут, который я проехал. В прошлый раз у меня вышло 1200 километров, сейчас 850, немножко меньше, потому что старался ехать сокращенными путями через леса, через поля. Маршрут велопутешественника можно было отследить через социальные сети. В каждом районе Никита посещал музеи, памятные места, связанные с именами выдающихся людей. В роли гидов поступали местные жители и друзья велосипедиста. Андрюха сам с Козловского района, местный, но вот по этой дороге никогда не ездил. Вот с Никитой он везде знает новые места. Никита показывает мне новые козловские дорожки. От приглашений погостить зачастую приходилось отказываться, чтобы оставалось больше времени на общение с окружающим миром, рассказывает велопутешественник. Погода, кстати, была непредсказуема. То холод, то жара. Ну, лето, можно себе позволить теперь закрывать нос, это уже обгорел чуть-чуть. О, главное, чтобы ветром не сдуло. Никита рассказывает, за несколько лет выработалась особая щучьё на опасность, и велопутешественник старался минимизировать риски. В плане приключений я, наверное, скучный путешественник, потому что, когда уже ты бывалый, как говорится, много отъездил, приключений сильно-то и не хочется, то есть стараешься как-то избегать. У тебя уже чутьё, что ты можешь где-то на что-то попасть. Да, конечно, для формата Ютуба, для своего видео, то, что я езжу, видео снимаю, конечно, это интересно людям, когда какие-то происшествия с тобой происходят, но на самом деле ты хочешь всё это минимизировать. Как раз я попал в тот момент, когда после похолодания было такое резкое потепление, и очень много мошкары, гнуса было, вот там, в Южной Чуваше, в Шамурше, конечно, вот это самый такой, ну, не экстремальный, но сложный момент. Нельзя просто остановиться на дороге, тебе сразу начинают лепить вот эта мошкара вместе с комарами. На этот раз молодой человек отправился в путь один. Анастасия Сафонова, сопровождавшая молодого человека в последних путешествиях, осталась дома. У нас сейчас родился ребёнок, пока ещё имя не придумали, потому что этот процесс сложный тоже, абы какой не хочется, но мы дадим Чувашское имя ей. Недавно Никита и сам взял Чувашскую фамилию – Тяньче, что переводится как «Мир Вселенная». Я решил поменять фамилию, чтобы уже мой род был Чувашский, и мои потомки уже знали, откуда это идёт фамилия, почему. Вот, а вот, например, у меня была фамилия Васильев, да, ну, хорошая фамилия, я ничего не говорю, тоже жил нормально с ней, но я не могу проследить свою родословную. Сейчас Никита вместе с женой и дочкой мечтает отправиться в кругосветное путешествие. Примерный маршрут уже проложили, это будут европейские страны. Осталось лишь подготовить снаряжение и подождать, пока подрастёт ребёнок. Как разнообразить семейный досуг – об этом расскажем в нашей афише. Сквер Константина Иванова этим летом станет любимым местом книголюбов. Каждый четверг там будут читать отрывки из произведений Чувашской и Русской, современной зарубежной прозы, знакомить с разными писателями и поэтами. Смотрите полную афишу городских событий на портале «Лето в городе». Как спастись от летней жары? Можно всей семьёй отправиться в аквазону Amazon.net. Бесплатный билет получит тот, кто правильно ответит на наш вопрос. Назовите имя человека, который совершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. На этом у меня всё. Ну а завтра? Завтра будет новый день.